Один задержан, второй в больнице. Драка со стрельбой произошла в Махачкале. Еще одно нелепое зрелище на улице Буйнакского. Ролик со съемок рекламы вызвал общественный резонанс. Дагестанцы осуждают вызывающее поведение горе пиарщиков. Дома садоводов в Дагестане впервые подключили к газу по льготной программе. Пока доступ к топливу в дачном поселке Кривая Балка получили 70 садовых участков. Мастерство, командный дух и жажда победы. В Новосибирске состоялся турнир по мини-футболу на призы Доброй газеты «Ассалам». Мероприятие приурочили к 30-летию издания. После молитвы в мечети 22-летний Расул выстрелил в человека, который, по его словам, год назад нанес ему обиду. Расул поддался старым эмоциям и завязал драку, в ходе которой достал травматическое оружие и совершил четыре выстрела. Оружие со стертым серийным номером было изъято, а сам стрелок задержан и доставлен в отдел полиции. Увидел его в машину, подошел, ударил его через окно. Малыши начали драться, нас разняли. После чего он побежал к машине, решил, хотел уехать от него. Я сбоку побежал, дверь открыл, я огонь открыл по нему. Четыре раза пострелал. Травматический пистолет у вас законно находится? Нет. Где вы приобрели? Нашел в парке при пробежке. Опять улица Баянакского. И опять отличилась. Здесь вновь происходит что-то странное. Уже не первый случай, когда проводимые здесь акции поддаются публичному осуждению. Складывается ощущение, что некоторые наши маркетологи работают по принципу, плохой пиар это тоже пиар, не думая о том, как этому отнесутся наши горожане. Что только не происходило на этой многолюдной улице. Процедура увеличения губ, разбивание элемента уборной и все это на глазах у сотен прохожих. Из последнего – борцовский поединок двух мужчин в обтягивающих трико, прямо посреди улицы. Мнение об этом мы выяснили у махачкалинцев, здесь же на улице Баянакского. Это вызывает, конечно, большой негатив и категорично отношусь к этому отрицательно. Я считаю, что здесь очень много гуляют детей с семьями, со своими близкими, родными людьми. И такое видеть было бы очень неприятно. В трико должны заниматься в спортзале, а не в общественном месте. Здесь дети, здесь женщины. Поэтому насчет трико я против. Балерина – то же самое. Лаптянутая, открытая. Все должны быть на своем месте. Мы это осуждаем. Это Даги-сан. Наши предки здесь воевали, чтобы не такое сегодня прочитало. Все, мне очень все нравится. Ничего против не имею особо. Нам не нравятся такие акции. Что еще сказать? Мне нравится то, что выходит из рамки приличия. Нам не нравится, что борцовской одежде на улице просто так рекламировали. Нет, конечно нет, конечно нет. Это мы не поддерживаем. Это уже не кавказцы. На самом деле в последнее время очень много именно провокационных каких-то рекламных акций мы наблюдаем. Буквально недавно то, что я видела в инстаграме в трико, вот эти ребята, гимнастка, это не место для такого рода поведения. Есть для этого специально отведенные места, спортивные залы и так далее и тому подобное. Можно в каком-нибудь закрытом пространстве, но не посреди людей. Люди разные бывают. Популярные места хотят, наверное, делать? Ну, я думаю, надо как-то контролировать с помощью... Ну, охранников хотя бы поставить. Полицию хотя бы, ну, наряд один, думаю, так. Стоит признать, что цель горе-пиарщиков в какой-то степени достигнута. На них обратили внимание. Мэр Махачкалы раскритиковал провокационные рекламные акции, проводимые на Буйнакского. Он дал поручение начальникам структурных подразделений администрации города о проведении профилактических мер, чтобы впредь подобное не происходило на улицах города. С точки зрения религии подобное поведение недопустимо. Нельзя делать то, что вызывает у людей дискомфорт. Неприемлемо и мужчинам, и женщинам находиться полуголыми в общественном месте. В Дагестане такое вызывает общественный резонанс. Люди, которые подобного рода действия устраивают, заслуживают порицания, которое каждый мусульманин должен делать. И каждый человек, увидевший этот ролик, должен как минимум, я думаю, как устроена политика соцсетей, пожаловаться. Мы спортивная республика, и рекордсменов у нас немало. Но в данном случае организаторы акции на Буйнакского ставят рекорды по хайпу. Спорт дело хорошее, но для этого предусмотрены специальные площадки. К любому делу нужно подходить с умом. Вызвать негативные отзывы, поднять шум нетрудно, но стоит думать о том, к чему это приведет и какие плоды это даст. И важно помнить, что для всего есть подходящее время и место. В Махачкале прошла экологическая акция по очистке канала имени Октябрьской революции. Более 40 человек из 7 единиц техники проводили уборку водоохранной зоны, очищая ее от мусора и зарослей. Отрадно отмечу, что в данном мероприятии приняли участие и работники городских служб, а именно МБУ благоустройства. В этой связи хочется выразить большую благодарность и руководству города, и руководителю МБУ благоустройства Раджабу Раджабу. Очистка канала – это не разовая акция, а начало долгосрочного процесса, который будет проходить совместными усилиями филиала, городских служб и жителей Махачкалы для сохранения экологии и создания более комфортной среды города. Теперь выходить на прогулку вдоль побережья будет приятней. Власти Махачкалы планируют продолжить строительство набережной в микрорайоне Редукторной в сторону аллеи Медиков. Расстояние новой пешеходной дороги составит более 800 метров. Территория предназначена для любителей прогулок и здорового образа жизни. В благоустройство парка входит создание прогулочной площадки, дорожки для бега и велопрогулок и хорошего освещения. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов. Поздравления, это ваша работа, вы молодец. Спасибо большое вам. Очень я рада, чтобы такие люди, такой день, чтобы к нам пришли. В доме Магомедзагида Магомедова сегодня настоящий праздник. Киводом в Садовом сотовариществе стал первым в республике, которому подключили газ в рамках программы догазификации. С этим событием его пришли поздравить правительство Дагестана, а также руководство и сотрудники газовой компании. И вручили Магомедзагиду символические подарки. Ну все, газ пошел. Программа догазификации, которая теперь распространяется на садоводческие товарищества, дает жителям дачных поселков возможность не только сделать свои дома уютнее, но и существенно сэкономить на благоустройстве. И этой акцией могут воспользоваться люди льготных категорий населения, а также получить социальные выплаты до 100 тысяч рублей на подводку газа до дома. Программа социальной догазификации в республике у нас показала свою востребованность. Сегодня мы запустили газ в первый дом, который расположен на территории садового товарищества. Это большой шаг, потому что с этого года социальная догазификация распространяется также на дома, которые расположены в садовых товариществах. И мы рассчитываем, что свыше тысячи жителей Дагестана воспользуются этой возможностью и получат газ в свои дома. В целом, программа догазификации получила бессрочный статус, и мы будем продолжать эту программу. И тысячи, десятки тысяч жителей нашей республики получат газ в своих дома бесплатно. Магомед Загид построил свой дом 4 года назад и все это время использовал для отопления электричества. Что создавало неудобства, особенно в зимний период. Теперь он уверен, что с подключением газа его дом полностью готов к зиме. Я думаю, намного затратнее электроэнергия. Газ, во-первых, он более надежный, постоянный котел постоянно работает. А электричество, если там напряжение маленькое, котел не тянет, расходует больше расхода, меньше толку от него. Поэтому газ, наверное, я думаю, будет намного выгоднее. Спасибо президенту, Газборому, правительству республики за проведенную работу, за то, что до нас довели газ. Одновременно техническую возможность подключения получили более 70 садовых участков. Это стало возможным благодаря эффективной работе газораспределительных организаций и привлечению подрядных ведомств. Важно отметить, что процесс квалификации расширяется и количество заявок на подключение растет с каждым днем. Для наращивания темпов строительства планируется увеличение штатов сотрудников газораспределительных организаций, а также увеличение количества спецтехники. Для нас очень важно, чтобы наибольшее количество дагестанцев имело доступ к природному газу. В этих целях обеспечена возможность подачи заявки тем удобным способом, который может себе позволить заявитель. Это можно сделать на сайте единого оператора газификации. Также можно непосредственно подать заявку в газораспределительные организации или через МФЦ. А само подключение газа происходило в режиме телемоста одновременно в 25 регионах России. Давайте еще раз поддерживаем аплодисментами. Пуск осуществлен. Всего от жителей Дагестана принято свыше 9,5 тысяч заявок на газификацию. Из них чуть более 9 тысяч переведены в договоры. Отметим, что с весны этого года по поручению президента России Владимира Путина программа распространяется на садоводческие товарищества. Тамара Самедова, Мухтар Курахмаев, Магомед Магомедов. Новости Анантема, Хачкала. Проспект Акушинского является одним из самых загруженных участков в Махачкале. Длинные пробки причиняют неудобства. Однако сейчас улицу планируют обустроить. Соорудить новые улицы и перекрестки. Предполагается предварительное согласование организации четырех разворотов и двух полноценных Т-образных перекрестков. Один из таких перекрестков сейчас находится за моей спиной. Это проспект Акушинского, пересечение с улицы Абдулхамида Юсюкова. Движения на разворотах и перекрестках будут регулироваться светофорами. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков. В Новосибирске завершился яркий и захватывающий турнир по мини-футболу на призы доброй газеты «Ассалам». В этом году соревнования были приурочены к 30-летию издания. Команды продемонстрировали мастерство, спортивный дух и жажду победы. Турнир стал праздником спорта, дружбы и единства. Организаторы поблагодарили участников, болельщиков и спонсоров, которые сделали этот турнир ярким и запоминающимся. Спасибо, спасибо. Я, конечно, не заслужил эту награду, но она для меня очень ценна. Огромная баркала «Ассаламу», в частности, «Ахсану» за то, что такой прекрасный турнир. Меня, старого человека, вытащили на свежий воздух. Дай, Аллах, чтобы побольше таких мероприятий. «Ассалам» всегда у нас лигер. Победителями стала команда «Ассамблея народов Томской области». Ради участия в турнире они проделали длинный путь. За 14 лет более 50 национальностей через нашу команду прошли. И мы хотим, чтобы от имени нашей команды объявить подписку на эту добрую газету «Ассалам». И честь нашей победы, потому что мы победили. Мы искренне, душой переживали, приехали. Трое дагестанцев пробились в финал чемпионата России по боксу, проходящего в Иркутске. До решающей стадии соревнований в своих весах дошли Ильяс Магомедов, Тимур Гамзатов и Рамазан Дадаев. Их соперниками в поединках за золотые награды был, соответственно, Никита Воронов, Дмитрий Карманов и Егор Плоцин. Всего турнир собрал более 300 спортсменов из 65 регионов России. Победители и обладатели денежных премий в полтора миллиона рублей определятся в предстоящие выходные.